Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. В региональном МЧС держат под особым контролем ситуацию с паводком. В своей работе спасатели задействуют авиацию. 70 лет назад в Барнауле открылся медицинский институт. Он был самым молодым медицинским вузом Сибири и Дальнего Востока. Подробнее в выпуске. В региональном МЧС держат под особым контролем ситуацию с паводком. В своей работе спасатели задействуют авиацию. Накануне для оценки снегозапасов в горах проведен облет территорий Змеиногорского, Третьяковского и Черышского районов специалистами Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук и сотрудниками Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Выявлено, что высота снежного покрова и его плотность выше прошлогодних, но ниже средних многолетних значений. Соглашение о сотрудничестве между Алтайским отделением Государственного фонда «Защитники Отечества» и администрацией Барнаула подписали сегодня руководитель регионального отделения Владимир Медонов и глава краевой столицы Вячеслав Франк. Создали фонд в апреле прошлого года. Совместная работа с городом началась сразу же. Но соглашение позволит усовершенствовать механизм взаимодействия, чтобы помогать участникам спецоперации и их семьям в разных сферах. Это образование, культура, физическая культура и спорт, оказание социальной поддержки и многое другое. В апреле месяце был создан фонд. Сегодня он уже структурировался, сегодня он уже организовался. У него есть свои функции, которые помогают городу сегодня взаимодействовать и работать с нашими героями. Это юридические вопросы, социальная адаптация. Ну, много что делает фонд. Со своей стороны город старается что-то делать и быть полезным. Поэтому я думаю, что такое взаимодействие, оно и сработает для того, чтобы мы те цели достигли и, конечно, исполняли те задачи, которые перед нами стоят. Руководитель фонда «Защитники Отечества» Владимир Медонов поблагодарил главу и администрацию города за совместную плодотворную работу и отметил, краевая столица – первый муниципалитет, который подписал соглашение с фондом. В городе Барнаула создана комиссия по решению этих вопросов, в которые входит и администрация города, и социальная защита, и депутатский корпус, и волонтерские организации. И как раз при решении сложных вопросов все мы как раз участвуем. И понимая проблематику какой-либо семьи, мы эти вопросы решаем быстро, оперативно. Бывает так, что сегодня вопрос поставлен, а завтра он уже решен. А я продолжу выпуск. В Сростках теперь есть газ. Торжественная церемония запуска газопровода прошла накануне. На ней побывал губернатор Алтайского края. Также Виктор Томенко оценил готовность села к паводку, посетил местную школу и усадьбу матери Василия Шукшина. Как прошел рабочий визит главы региона в Сростке, смотрите далее. Теперь у каждого жителя села Сростки есть возможность подключиться к газу. 20-километровый газопровод запустили в эксплуатацию. Его построили за полтора года. Столько времени прошло от начала проектирования до завершения работ. Строительство стало возможным благодаря программе социальной дегазификации. Ранее в селе построили необходимую инфраструктуру за счет средств краевого бюджета. Это около 80 миллионов рублей. Строительство сетей в Сростках завершено на 100%. Местных жителей с этим событием поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Поздравляю вас, желаю успехов. Пусть голубое топливо еще немного сделает жизнь радостнее. Радостнее, комфортнее и счастливее. Глава региона отметил, провести газ теперь могут владельцы всех 1400 домов в Сростках. Всего по краю техническая возможность подключения есть у 48,5 тысяч домовладений. В этом году она появится еще у 8 тысяч. Дальше вопрос встает только о том, чтобы сами жители проводили необходимую работу. Нужно внутри участка делать разведение газа, ну и, естественно, внутри дома покупать оборудование, подключать его и так далее. Вся эта работа на сегодняшний день налажена. Программа газификации населенных пунктов продолжается. В ближайшие годы голубым топливом обеспечат села Ребрихинского, Топчихинского, Тюменцевского, Косихинского, Зонального, Целинного и Алтайского районов. Губернатор напомнил, для ветеранов, малоимущих семей и других льготников в крае действуют особые меры поддержки. Приобрести необходимое оборудование и подключить дом к газу они могут за счет краевых средств. На это в прошлом году направили более 100 миллионов рублей. Рабочая поездка губернаторов с Ростки не ограничилась вопросами газификации. Глава региона оценил подготовку села к паводку. Из-за угрозы обрушения прибрежной части во время половодья здесь строят временное берегоукрепление. Виктора Томенко о ходе работ проинформировали заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов и глава Бейского района Денис Артемов. МЧС, без всяких торгов, все это дело оперативно сделали. Поэтому грунт подобрали, завезли, камень завезли. А на сколько река здесь поднимается порой? Здесь не более двух метров, полтора метра. Просто что течение такое сильное вымывает. Специалисты рассчитывают, что благодаря временным мерам безопасности период паводка пройдет спокойно. В будущем здесь необходимо построить гидротехнические сооружения стоимостью более 600 миллионов рублей. Губернатор отметил, за поддержкой надо будет обращаться к федеральному правительству. Еще одним местом визита губернатора в Сростках стала усадьба Василия Шукшина. Этот дом Василий Макарович купил для своей матери. Здесь Мария Сергеевна жила с 1965 по 1972 год. Сотрудники музея рассказали о мероприятиях, которые пройдут в год 95-летия нашего прославленного земляка. А также провели экскурсию для главы региона. В этом доме были написаны рассказы «Волки», «Дядя Ермолай», «Ноль ноль целых», «Начальник». На всех рукописях этих рассказов стоит пометка «Сростки». Племянник Сергей Александрович Зиновьев вспоминал, что Василий Макарович любил работать вечерами и ночами. Затем губернатор отправился в Сростинскую школу, где в 1944 году Василий Шукшин окончил 7 классов. Сегодня это современное образовательное учреждение, которое отвечает всем стандартам. В школе гордятся выпускниками, добившимися успехов в разных сферах жизни. Здесь организована выставка портретов выпускников, участников СВО. Дети, которые станут, они постоянно подходят. Это дядя, это родственник, это сосед. А самое главное, что ребята, когда у них отпуск, они приходят в школу. И даже бывает так, что они приезжают, родители на работе, они первым бегут в школу, бегут к учителям. На базе школы организован ресурсный центр патриотического воспитания. В прошлом году здесь начал работу центр «Точка роста». Губернатор Виктор Томенко отметил, с Ростки для Алтайского края – село особое. В этом году здесь будет много культурных событий, посвященных юбилею Василия Шукшина. Однако не стоит забывать и о текущей жизни, надо идти в ногу со временем. Елена Самарина, Денис Кузьменко. Новости. И к другим темам. В Бийске в суд направлено уголовное дело о пищевом отравлении посетителей кафе «Быстрого питания». Об этом сообщают в региональном следственном комитете. По данным следствия, обвиняемый организовал в арендованном помещении в городе Бийске кафе «Быстрого питания» по продаже шаурмы, принимая при этом непосредственное участие в приготовлении продукции в отсутствии на то необходимого допуска и личной санитарной медицинской книжки. В период с 13 по 17 сентября 2022 года 28 человек, приобретавшие в заведении шаурму и соусы, почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью, в дальнейшем пройдя лечение в инфекционном отделении больницы с диагнозом сальмонеллез. По результатам проведенных проверок и экспертиз были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил при приготовлении фастфуда, в том числе антисанитарные условия и нарушения хранения сырой продукции. Объясняют в Краевом следственном комитете. Теперь 29-летнего владельца кафе обвиняют в нарушении части 1 статьи 238 Уголовного кодекса. Производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальная санкция по ней составляет два года лишения свободы. Качество алтайского образования оценили эксперты Китайского профессионального колледжа Вэйхай. Вот уже три года он сотрудничает с Алтайским государственным техническим университетом. Сегодня по видеоконференц-связи стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Подробности в сюжете. 15 китайских студентов обучаются в Алтайском государственном техническом университете. Получить профессию в сфере IT-технологий они могут благодаря сотрудничеству с китайским профессиональным колледжем Вэйхай. Программа рассчитана на 6 лет и включает в себя три уровня подготовки. Среднее профессиональное образование, бакалавриаты и магистратуру. Нет, вы просто идете на изменения и организации параметра, который был названием. Студенты изучают разные языки программирования, проектирования, архитектуры вычислительных систем и русский язык. Обучаться в АлтГТУ будут по ускоренной программе. Ребята обучаются 4 года. По результатам получают диплом бакалавра. Два года ребята обучаются в Китае. Наши преподаватели ведут у них дистанционное занятие. Потом они приезжают к нам и два года обучаются здесь очно. Договор о совместной работе и подготовке специалистов в сфере IT-технологий подписали три года назад. Сейчас намечают стратегию дальнейшей работы. Так, на видеоконференц-связи с Вейхайским колледжем обсудили условия набора, количество студентов и другие детали сотрудничества. Сегодняшнее мероприятие будет посвящено некому подведению итогов этой деятельности и продолжению сотрудничества. Мы будем подписывать в ближайшее время договор о продолжении обучения, потому что договор был только на три года. Вот, значит, ребята поступили, они доучатся, но для того, чтобы набирать следующих, расширять наши образовательные услуги, мы будем сейчас заключать с ними еще один договор о продолжении обучения. Новый договор предполагает и новые направления. Так, помимо информационных технологий, студенты Китайского профессионального колледжа Вейхай смогут получить образование по направлению электротехника. После завершения обучения им выдадут дипломы бакалавров Алтайского государственного технического университета. Елена Самарина, Дарья Эндерс, Алексей Михайлов. Новости. 70 лет назад в Барнауле открылся медицинский институт. Он был самым молодым медицинским вузом Сибири и Дальнего Востока. Подробнее расскажет Анна Казанцева. 70 лет назад, в 1954 году, в Барнауле стало на одно учебное высшее учреждение больше. Открылся медицинский институт. Алтайский государственный медицинский университет является самым молодым медицинским вузом Сибири и Дальнего Востока. Дело в том, что после Великой Отечественной войны местное здравоохранение оказалось в сложном положении. Возвращались раненые с фронтов, которым была необходима медицинская помощь. А также активно продолжалось освоение целинных и залежных земель на Алтае. Резко обострился кадровый вопрос. По путевкам Комсомола на Алтайскую Целину с 1954 по 1955 год приехало 162 медицинских работника и 790 средних медицинских работников. Но этого было недостаточно. В это время медицинские учебные учреждения были представлены только медицинскими училищами, которые были в Бийске, Барнауле, Рубцовске и Горноалтайске. 7 августа 1954 года выходит распоряжение Совета министров, в котором сказано «Обязать Министерство здравоохранения СССР организовать в 1954 году в Барнауле Алтайский государственный медицинский институт Министерства здравоохранения СССР с контингентом приема учащихся на первый курс в 1954-1955 учебном году 200 человек и началом занятий с 1 октября 1954 года». Через 50 дней все должно быть готово. Здание, которое находится за мной, передали тогда открывавшемуся вузу, но оно было совершенно не приспособлено для занятий. С 1 по 12 сентября проходили вступительные экзамены. На 200 мест было подано 1200 заявлений. Наконец, 1 октября 1054 года, спустя 50 дней, первокурсники приступили к занятиям на тогда единственном факультете – лечебном. Анна Казанцева, Роман Хайрулин, новости. Краевой конкурс педагогов дополнительного образования стартовал в Барнауле. «Сердце отдаю детям» – главный конкурс для работников этой сферы. Он проходит в регионе уже 20 лет. Участников приветствовала заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына. Она подчеркнула, быть педагогом дополнительного образования – это значит искренне любить свое дело, дарить доброту и действительно отдавать часть души детям. И, конечно, тот, кто возьмет на себя вот этот факел первенства, он будет говорить о том, какой замечательный Алтайский край на федеральном уровне и быть посланником от нашего большого, большого, дружного коллектива педагогов дополнительного образования Алтайского края на всероссийском уровне. На участие в конкурсе было подано 44 заявки. По итогам заочного этапа в финал вышли 20 педагогов со всего региона. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Хорошего вечера.